И те, кого эти в кадыровском куфриятии объявляют заблудшими имамами, я имею ввиду каких-то ученых ислама, подобие Ибн Таймии, при упоминании имени которых у куфрията бомбит, представляете, здесь открыто на этих шейхов, на этих ученых делаются ссылки, их труды озвучиваются, их какие-то цитаты приводятся. Так, что же ты, если ты за Ичкерию не пошел по пути тех, кто воевал за Ичкерию, и не воевал с Россией до конца? Ты думаешь, Томсо, у тебя есть право осуждать кадыровцев, сидя в Европе, как же сильно ты ошибаешься? Так, ассалам алейкум Томсо, смотрел диспут про Истераса в Ингушетии. Так, смотрел ли я диспут в Ингушетии? Что можешь сказать? Интересно твое мнение. Как думаешь, Кадыров смотрел, но ведь фанат Истераса... Нет, я сам этот диспут, конечно, не смотрел, какие-то рыбки я видел, нарезанные рилсы. И я убежден в том, что Муртият, Куфрият, точнее, Кадыровский, и все вот эти одиозные личности из этого Куфрията, они все очень пристально за этим наблюдали. И я представляю, как их бомбило. Бомбило не от того, о чем кто там что говорит, точнее, не от сути, понимаете, не от аргументации, возможно, их стороны или противоположной. Их бомбило от самого факта того, что такой диспут возможен стороной, представляете, просто открыто могут прийти сторонники Ахлю Сунна, то есть суниты, не суфи, те, кого они называют ваххабитами, называют террористами. Тут, прикиньте, они открыто приходят имамы мечетей, с ними приходят люди, они садятся напротив представителей этих тарикатов и начинают дискутировать. И во время этой дискуссии, то есть это не допрос, вы понимаете, для Кадырова, для Муртията, такой формат, он возможен только когда ты человека где-то схватил, привез его, посадил перед собой, и они тебя допрашивают, они копают тебя, проверяют твою Ахиду, твои вероубеждения, твои взгляды на какие-то религиозные, в том числе и политические моменты, соприкасающиеся с религией. Они вот сидят и если ты, допустим, отвечаешь не так, как им хотелось бы, они дальше копаются, задают тебе какие-то вопросы, на тебя кричат, на тебя оказывается давление, то есть они в таком формате привыкли вести эти разговоры, а тут представьте, у них под носом, прямо вот рядом в соседнем регионе, они видят, что открыто садятся имамы с одной и с другой стороны и начинают вести религиозный диспут, эти приводят свои доводы, те свои аргументы, они там друг друга пытаются опровергнуть. И те, кого эти в кадыровском куфриятии объявляют заблудшими имамами, я имею ввиду каких-то ученых ислама, подобие Ибн Таймии, допустим, которых, при упоминании имени которых у куфрията бомбит, представляете, здесь открыто на этих шейхов, на этих ученых делаются ссылки, их труды озвучиваются, их какие-то цитаты приводятся, и это же настолько тяжело для них просто осознать, что такое возможно, я представляю, как их бомбило. Конечно, нет сомнений в том, что они все это смотрели, наверняка какие-то для себя делали выводы, что нужно проводить какую-то работу с их стороны, в любом случае какие-то действия, я думаю, будут. Сам Кадыров, ну, вряд ли он, наверное, весь этот диспут сел бы смотреть, но в целом он тоже, конечно же, знал, что это идет, и его это тоже очень серьезно бомбило, и ему это не нравится. Но результаты, какие могут быть результаты вот таких диспутов? Никогда не бывает в подобного рода дискуссиях, не бывает такого, что одна сторона признала свое заблуждение, согласилась со второй стороной. Ожидаясь такого и не стоило, и не стоит никогда. Они все равно разойдутся, каждый на своей позиции. Здесь важно просто, кто в этой дискуссии, кто как выглядел, какие аргументы приводил, то есть насколько они звучали убедительно для тех, кто их посмотрит. И понятно, что есть ядерная такая аудитория у одной стороны и у второй. Это люди, которые никак не изменят свои позиции. Они на каждой, на каждой на своей стороне, они убеждены, и их никакие вот эти доводы двух сторон не собьют. Но есть та часть, которая находится в неких сомнениях. И вот для этих людей очень важно, кто из них какую аргументацию, как будет выглядеть, то есть насколько его аргументы будут убедительны, его доводы будут качественны. И вот в этом плане, конечно, я думаю, что для жителей Ингушетии этот диспут оказался полезным. Пусть Аллах сделает его благим для наших братьев и сестер из числа ингушей. Так, что же ты, если ты за Ичкерию не пошел по пути тех, кто воевал за Ичкерию, и не воевал с Россией до конца? Ты думаешь, что у тебя есть право осуждать кадыровцев, сидя в Европе, как же сильно ты ошибаешься? Да, Компот, увы, я считаю, что у меня есть такое право, и я буду этим правом своим пользоваться. Чтобы говорить о том, что не пошел до конца, я должен был где-то идти, потом прекратить. Я вообще никогда ни в каких боевых действиях, ни в каких войнах, ни в чем не участвовал. Я человек абсолютно мирный. Период войны, вообще саму эту войну застал, будучи ребенком, еще маленьким. Поэтому очень много видел российского беспредела, видел ужасы войны. Это оказало серьезное влияние на мою детскую психику. Потерял родственников, очень близких мне людей, потерял на войне. И этих людей убили именно российские войска, российские солдаты. Поэтому я сужу об этой войне, об этих событиях, не как сегодняшние, допустим, эксперты судят о Второй мировой войне, просто почитав, проанализировав, узнав, то есть из чьих-то рассказов. А я выношу свои суждения, исходя из того, что я видел собственными глазами. И мне, например, даже когда, даже пройдет 50 лет после этих событий, мне не сможет, допустим, какой-нибудь российский эксперт, тот же Белов, допустим, который любит об этих событиях рассказывать, мне не сможет никто зачесать, что это вот чеченцы вышли против России повоевать, что Россия пришла, бедные российские мальчики пришли, значит, наводить конституционный порядок, а такие, значит, плохие и грозные чеченские бородатые мужчины отрезали головы. То есть мне не сможет никто это зачесать. Я своими глазами видел проезжающую технику, ПТР и БМПшки, как они на ходу, проезжая вот так, прямо в центре города по проспекту, скидывали трупы чеченских мужчин, парней, которые были до этого во время зачисток, или где-нибудь на блокпостах были похищены. Либо просто они ехали, увидели на дороге, схватили, забрали, и вот прям на глазах скидывали трупы и выезжали. Я это своими глазами видел. Я видел своими глазами, как российские войска приходили со своими зачистками, грязные, чумазые, мерзкие, вламывались в дома, во дворы, где-то своей бронетехникой прям заезжали, ломали обороты, заезжали прям во дворы, искали мужчин, заходили в дома, чистые, чистые чеченские дома, которые не заходят в обуви. Они вламывались в эти дома, в своих грязных солдатских керзовых сапогах, и наполняли твой дом своим присутствием, своим смрадом мерзким. Я вот все эти моменты очень хорошо помню. Я помню тела близких родственников, похищенных до этого во время зачистки. Потом где-то кто-то говорил, что вот рядом с Ханкалой на свалке большое скопление ворон. Наверняка они выкинули туда трупы. И вот все те, у кого пропали мужчины во время зачисток с разных сел, до всех доходил этот слух, и все ехали туда, чтобы найти там своих родных. И я помню, как мы, допустим, нашли там своих родственников двоих, и как мы их привезли, и у них, они были настолько запытаны, что у них не было глаз, были отрезаны уши, все эти моменты я видел своими глазами, поэтому мне никто не сможет зачесать. Даже пройдет там 50 лет, о вот этих бедных российских солдатиках, которые приехали, просто у них не было выбора, они все такие хорошие. Мне никто это не сможет понимать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!